добрый день дорогие друзья надеюсь видно слышно меня внизу дмитрий черепащук до обзор рынка на 19 марта посмотрим что интересного интерес надо было вчера очень сильное движение у нас по нефти было да как вы видите на дневном графике ну и давайте чтобы долго не лить воду до начнем сразу по делу самое интересное нефть давайте посмотрим на нефть вот дневной график у нас откроем его пошире и посмотрим что у нас есть вчера колоссальное падение произошло выход огромных объемов сейчас что смотреть чуть-чуть вот так поставлю чтобы красивее было видно конечно у нас есть зона я бы отметил да вот так по 61 71 да если бы у нас не было этого большого бара до паранормального который является его границы сами по себе уровнями до обозначают потому что здесь остановили у нас инструмент и он уже более актуальны мы берем более свежие уровни это у нас будет уровень уже 61 50 до поэтому смотрим выход если осуществиться ниже здесь у нас открывается потенциал просто огромный да смотрите сколько мы росли до без откатов это было предсказуемо но никто как всегда на рынке естественно не знал можно говорить там от 70 естественно short все дела но мы торгуем вероятность ту которую на данный момент есть что смотреть сейчас сейчас нужно в пятницу во первых не спешить во вторых дождаться когда в понедельник откроемся и посмотреть если мы закрываемся 63 22 чуть выше я бы посмотрел на откат все-таки такое движение большое я думаю в зону 65 40 может быть 66 даже в этот район мы все-таки откатимся и потом уже поступательным движением можем опять скорректироваться то есть в любом случае откат должен произойти если же падение настолько сильно продлится до подключится еще шартисты сейчас это был выброс до большой стоп лоссов кто выходил по без убытку то есть выбрасывали лангистов на были продажи по рынку подключали шартисты поэтому нужно смотреть опять же повторюсь смотрим выход 61 50 тогда смотрим на снижение очень большой запас да у нас тут вплоть будем идти 5470 где-то в эту зону второй вариант это когда мы в понедельник выйдем выше 6322 и тогда можно взять короткое движение да на отскок посмотреть в зону 65 с половиной 66 долларов за баррель теперь смотрим дальше что у нас интересного произошло золото золото сейчас на российском рынке произошел смена фьючерсов до экспирация старых вот сегодня грубо говоря первый день до когда торгуются свежие фьючерсы поэтому здесь уровне еще их маловато да но тем не менее не есть что по золоту есть боковик да есть канал вчера был позавчера прошу прощения был выход из этого канала сейчас вернулись на большом объеме объем скорее всего из-за того что произошла перекладка да кто перекладывался из старых фьючерсов на новые поэтому на этот объем особого внимания можно не обращать потому что кажется так что это был ложный пробой на таком сумасшедшем объеме ни о каких лангах не может быть и речи но смотрите что происходит если убрать этот объем да просто на него не обращать внимание и торговать это как я вижу да как я торгую я бы смотрел все-таки на продолжение лангов объясню почему есть канал подошли протестировали его пошли сходили почти ниже до до нижней границы канала подошли опять отклонись не идем ниже прошли пробили задавили опять нам сделали заброс нас в канал до в ту же цену в которой торговались и опять мы тестируем то есть все равно мы планомерно поджимаем поджимаем вот эту верхнюю границу то есть после ложного пробоя в теории мы должны идти к нижней границе да потому что всех высадили идем ниже но мы не идем ниже видите мы идем еще раз тестировать эту границу поэтому я бы рассмотрел если сегодня мы закрываемся выше 17 46 там 45 до в этой зоне я бы смотрел на открытие ланговых позиций по золоту то есть я бы смотрел золото на лог и это что касается золота сейчас посмотрим бегло серебро но скорее всего по серебру ну да как и предполагалось стоит она не очень красиво до маленькие торт но здесь 5 копеек туда 5 копеек обратно ничего лучше лучше все-таки смотреть золото поэтому моя рекомендация по золоту смотреть зону если мы пробиваем 17 45 на покупку евро доллар давайте по евро доллар посмотрим так тоже распилили у нас новый контракт тяжело сказать я бы дал конечно какую-то рекомендацию да можно сказать что вот смотрится туда но честно сказать непонятно вот опять же нас забросили если взять по золото здесь было более понятно мы были у ближе к верхней границе канала здесь мы стоим в середине диапазона вышли вверх да на новостях по фрс поставки вниз скатились стоим внутри канала ничего интересного то есть нужно на понедельник опять же смотреть вот эту верхнюю зону канала посмотреть что будет здесь если конечно выходим выше это уже будет хорошим признаком на открытие длинных позиций то есть у нас будет запас хода вплоть до 12138 поэтому здесь можно будет рассмотреть хорошую сделку да даже среднесрочную посидеть посмотреть до 121 еще что интересного это кто торгует россию доллар рубль да вы видите было снижение был красивый уровень все замечательно сходили вчера позавчера прошу прощать что мне всегда вчера хочется сказать позавчера вынесли нас опять вверх до в этот канал загнали до в котором мы были кто-то искусственно поддерживал до рубль от его дальнейшего до снижения ну на доллар рубль это конечно рост до в плане смотрите сейчас очень внимательно за доллар рубль я думаю что если мы опять протестируем в зону 74 500 и не дадим до инструменту провалиться ниже скорее всего рубль будет падать да потому что не может такого быть до что вот раскалерированность до все понимаю но когда нефть так обвалилась доллар рубль вот так стоит скорее всего будет крупный набор до для того чтобы все таки похода совершился выше поэтому посмотрите еще кто торгует до доллар рубль это в сторону все таки лангов сторону 77 500 но нужно будет дождаться или ретеста уже 74 325 или выход уже 75 765 это моя рекомендация по доллар рубль похожая ситуация на евро да вот похожая ситуация но он не такой красивый поэтому здесь не не давал бы никакую рекомендацию здесь нужно смотреть уже будет по факту смотрите лучше доллар рубль он смотрится намного сильнее это все что я хотел сказать на сегодня спасибо вам дорогие друзья что смотрите спасибо большое что уделили мне время хороших вам выходных и главное не болейте